Ну, вообще, как бы идея бессмертия, идея продления нашей жизни, она, значит, овладевала людьми, сколько мы себя помним, все исторические времена. Есть три конкурента в этом бизнесе, да, как бы продажа бессмертия. Это искусство, религия и наука. Искусство пока самое успешное, то есть мы действительно знаем Сократа, мы знаем Толстого, то есть людей, которые давно умерли, но мы знаем детали их жизни, они живут через свои произведения, через вот наш интерес к этим личностям. И единственная проблема, это бессмертие не для всех, то есть это бессмертие для талантливых, да, вот из тысячи художников пять попадает, значит, на этот олимп, на это бессмертие. Вот, религия, она, конечно, самая, как бы, в этом смысле, она, в общем-то, вся построена на идее о жизни после смерти. Вот, и надо сказать, что при том, что они как бы не продвинулись в неких таких доказательствах того, что то, чего они обещают, действительно существует, ну, построили на этом достаточно большую корпорацию. Вот, что касается науки, то до последнего времени это все было похоже скорее на шарлатанство, да, как какие-то таблетки, которые продлевают жизнь. Но сейчас, действительно, вот после того, как в Лондоне пожарили гамбургер из столовых клеток, стало понятно, что это уже дело даже не послезавтрашнего, а просто завтрашнего дня, выращивание органов, всех, кроме мозга. Мозг, как известно, может жить до двухсот лет, то есть как минимум в ближайшее время, там, может быть, двадцать лет, будет решена проблема вот продления нашей жизни хотя бы вдвое. Вот. Ну, что касается этической, это, безусловно, вопрос находится на стыке науки и религии, значит, были же политики, причем достаточно, ну, например, Ганди был против больниц вообще. Он считал, что продление жизни искусственным образом, то есть с помощью медицины, это, значит, такое небогоугодное дело, да, поэтому эта тема как бы давняя. Мне кажется, что сейчас церковь занимает очень спокойную позицию, да, они же не выступают против лечения рака, рака, да, а продление жизни и проблемы лечения рака – это две очень рядом стоящие темы, да, потому что и там, и там речь идет о каких-то изменениях на генном уровне, то есть как бы ген старения и вот такое. Вот. Поэтому я не думаю, что кто-то может противостоять этому прогрессу, кроме нашего с вами скепсиса к этому, именно потому, что в течение тысячелетий были шарлатаны, которые предлагали нам различные способы продления жизни, и все это оказывалось пшипом. То есть вот сегодня, если ученые преодолеют этот скепсис, то движение к бессмертию пойдет семимильными шагами.